Нас предупредили, нам дали бумаги о сокращении, что наше подразделение, это как у скорой помощи, сокращается. Сергею Забавникову сегодня не до шуток. Водитель скорой помощи из Таёжного города Артёмовск попал под сокращение. Рабочие дни, что осталось отработать за баранкой, можно посчитать по пальцам. Взамен сотруднику медицинской службы районные медики предложили рабочее место в Курагино. Мне за 100 километров надо ездить сюда на работу. А я спросил, как насчёт жилья. Как на проезд, они сказали, это ваша проблема. Вам предоставили работу, как вы будете добираться, как это. Артёмовскую врачебную амбулаторию с 4 апреля отдают в подчинение соседнему посёлку в Краснокаменск. До него 30 километров. В городе остаётся фельдшер, который будет вести приём сельчан по неотложной помощи. И водитель. Оставшийся персонал, а это 9 человек, попадает под сокращение. Допустим, как по нашей профессии сказали, что нет для нас замены. Вот им какую-то работу предложили, допустим, в Курагино водителям некоторым ездить. Одного оставили, как бы там будет неотложка просто. Но они не согласились, потому что с Артёмовской ездить сюда как бы тоже живёт. О том, что уведомления о сокращениях уже подписаны, главный врач Курагинской районной больницы, видимо, позабыл. И уверяет, никто скорую помощь из города Артёмовск убирать не собирается. Происходят лишь структурные изменения. И медицинское учреждение отдают в подчинение Краснокаменской станции скорой помощи. А сделано это с целью управляемости и улучшения оказания медицинской помощи населению. Не убирается ни водитель, ни фельдшера. То есть, как скорая помощь была в Артёмовске, так она и останется. Были ситуации, когда у нас с территории, у нас вот там три больших посёлка. Это Артёмовск, это Кашурниково, это Краснокаменск. И три машины привозили пациентов в Курагино. Ну, по той необходимости. И территория оставалась у нас, как бы, на неопределённое время, оставалась без оказания. О сокращениях на территории районная администрация узнала от журналистов нашего канала. Специалисты Министерства здравоохранения Красноярского края взяли вопрос на контроль и заверили. Увольнений медицинского персонала, а также сокращений службы скорой помощи в Артёмовске не допустят. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.